Мы с вами встали на путь духовного развития, на сложный путь. Как известно, Бог не по силам креста не даёт и не ставит перед человеком невыполнимых задач. У нас с вами всё получится. Итак, технология регенерации зубов. Чтобы регенерировать какой-либо из органов, нужно создать фантом этого органа. Можно попросить Создателя раскрыть эталонный фантом зуба. Фантом будет помогать зубу расти. Для чего мы просим Создателя наложить свою голограмму? Чтобы он увидел нашу работу, а мы получили допуск к его работе. Поэтому мы периодически будем делать запрос о том, чтобы Отец помогал нам, чтобы научиться работе на самом высоком, то есть божественном уровне. Смотрим, как 12 сфер зодиакального круга проецируются сверху вниз на голову человека. В голове образуются 12 секторов. Это будет соответствовать 12-ти хромосомным отсекам. И на каждый отсек будет работать определённый сектор головного мозга. Для чего активизируем головной мозг? Чтобы он включил голограммное отображение на хромосомные ряды. Импульсы из космоса выравнивают импульсы в головном мозге, а оттуда идут импульсы на хромосомы. Восстанавливаются все процессы до нормы, как изначально создавал Творец и Вечность. Наш организм активизирован и готов к работе. Осознаём пирамиду сознания, которая ярко сияет над головой. В вашем сознании все сомнения отсутствуют. Есть только яркий серебристый луч, который идёт напрямую вверх, в сферу макроуправления, и дальше выходит в кристалл сознания Земли, через сефироты, к Создателю. Просим Отца Небесного помогать нам, и видим, как высвечиваются зодиакальные сферы с третьей по девятую. Возникает свечение, активизация, динамика всех эталонных процессов. Возникает спиралевидное вращение тех лучей, они соединяются вместе и дальше спускаются через сефиры древа жизни. Бина, Гебура, Ход, Малкут идут по центральному каналу планетарного кристалла и становится в центр сферы макроуправления каждого из нас. Сейчас у нас нет ни одной преграды, которая нам бы мешала плотному контакту, активизации, регенерации. Сфера макроуправления пришла в динамику. Дальше из сферы лучи идут через макушку в первые шейные позвонки. Доходят до седьмого шейного позвонка. Засвечивается вся щитовидная железа. Лучи входят в щитовидку и выходят веером лучами розового цвета на все подлежащие восстановлению зуба. Смотрим, как проявляется голограмма зубов. Видно, как пошла динамика. Концентрируемся на том, что все знания, как делать закладку, как регенерировать, мы получили. И каждая клеточка об этом знает. Регенерация проводится по особому алгоритму. Для регенерации мы будем использовать стволовые клетки. Они находятся в костном мозге плоских и трубчатых костей. Выделить стволовую клетку удобнее всего из позвоночных костей, так как позвоночник проходит практически по всей длине туловища. Она высветится в вашем сознании нежно-розовым цветом. Мысленно перенесить эту стволовую клетку в пространство голограммы. Даем импульс от души своим сознанием на первичную стволовую клетку для регенерации зубов по эталонным знаниям отца. Есть! Из первичной клетки выделяются еще две. Итого у нас есть три стволовые клетки. Даем еще импульс и выделяем еще две клетки. Итого у нас получилось пять стволовых клеток. Даем еще импульс и выделяем еще три клетки. У нас получилось восемь стволовых клеток. Образовался первичный зародыш. Данный зародыш состоит из неспециализированных клеток, то есть они не имеют программы развития. Далее мы вводим в них кодирующее слово «дифференцировка». В этот момент в клетках появляются ядра и программа развития. Даем еще импульс и выделяем девятую клетку. Она располагается в видимой части голограммы. Этим мы выходим как бы из внутреннего во внешний, потому что зуб имеет и внутреннее, и внешнее проявление. В этот момент происходит нормальное деление клеток и заполнение голограммы. Для ускорения процесса регенерации ставим клетки-источники. Они похожи на вороночки, которые вращаются по часовой стрелке и выбрасывают из себя нормальные здоровые клетки. Зубы засвечиваются. Даем команду восстановить все взаимосвязи регенерированных зубов с каждым органом в теле. Есть. Смотрим, как от щитовидки идет луч в солнечное сплетение. Видим точку. Сферы отображения. В этой сфере видим зубы. Все зубы. Засвечиваем. Просим Отца Небесного помогать и видим, как в этой точке проявляется образ зубов, как создавал их Отец Небесный. Усиливаем свечение. Видим, что каждый такой образ, который проявил Отец, живой, эталонный, динамичный. И теперь лучи из точки солнечного сплетения идут на щитовидную железу. Белосеребристыми лучами также поднимаются лучи от каждого органа и идут на зубы. Концентрируемся теперь на своем гипофизе, который выглядит как горошина. Усиливаем свечение здесь. Даем команду. Капни святой водой на гипофиз. Видим, как с гипофиза сошла темная пленочка. Все, что ему мешало работать, растворилось, исчезло. Есть. Смотрим, как гипофиза жил. Активизируется. Смотрит на нас и ждет как бы нашей команды. Что нужно делать? Показываем гипофизу зубы. И даем ему команду. Восстанавливает зубы постоянно, в динамике. Видим, как он увидел все, что мы выстроили. Как приступает к исполнению задания. Смотрим, как сверху идет поток от Отца Небесного. Просим Отца помогать в процессе регенерации. Просим Землю Матерь помогать. Стабилизировать весь процесс регенерации. Видим, как идет луч от Земли Матери. Проходит через тело и высвечивает зубы. Восстанавливается полностью связь с Землей. Все, что идет в зубных закладках, эталонный процесс, начинает материализовываться. Весь организм оживает, восстанавливается, гармонизируется. Усиливается процесс в зубах самым гармоничным образом. Благодарим Отца Небесного за все знания, что Он нам дает. Благодарим Землю Мать за возможность реализовать все, что дает Отец. Далее, Вашей задачей будет ежедневное поддержание процесса регенерации путем визуализации, как положительной динамики регенерации, так и конечного результата в будущем. Здоровый организм в целом.